Этой иномарке всего четыре года, но теперь она не стоит и половины уплаченных за неё денег. Все механики говорят одно – машина восстановлению не подлежит. Своего транспортного средства Денис Резников лишился неожиданно. Вчера днём его отец оставил машину на стоянке, а через 15 минут его ждал неприятный сюрприз. О том, что произошло, рассказали свидетели. Свидетели были, было порядка трёх-четырёх человек. Все утверждают, что примерно одно и то же подбежал мужчина в тёмных одеждах, в куртке с капюшоном. Подбежал, действовал очень быстро. Плеснул на лобовое стекло и на капот какую-то жидкость, поджёг и так же быстро скрылся. Машина Дениса стала очередным звеном в целой серии автомобильных пожаров. С начала недели в Иркутске от огня пострадали четыре иномарки. Версия поджога во всех эпизодах главная. Чтобы её подтвердить или опровергнуть, необходимо заключение экспертов. Вещественные доказательства, в том числе с последнего пожара, поступают сюда, в испытательнопожарную лабораторию МЧС. Здесь материалы следуют на наличие легковоспламеняемых жидкостей. Если их следы обнаружат и на местах остальных трёх ЧП, то версия поджога подтвердится. Обычно на неслучайное возгорание указывает целый ряд признаков. Как правило, такое горение развивается резко, нередко оно развивается по всему объёму. Зачастую это горение развивается на наружной поверхности кузова, то есть там, где, в принципе, пожар развиваться не должен у автомобиля. То есть на каких-то поверхностях, там, где, в принципе, не должно быть никаких углеводородов, то есть легковоспламеняющихся жидкостей, они при помощи имеющегося у нас оборудования обнаруживаются. Но даже не специалисту видно. Во всех случаях огонь распространялся снаружи. У трёх машин очаг возгорания в области двигателя. Это Ниссан Мурана в Юбилейном, Мерседес 500 в Солнечном и Тойота Камри в центре Иркутска. У внедорожника Рэндж Ровер на пересечении улиц Карла Липтнихта и Дзержинского взорвался бензобак. Во всех случаях с целью злоумышленников стали машины премиум-класса стоимостью около двух миллионов рублей. Появился ли в городе пироман или все эти пожары случайное совпадение в полиции до получения результатов экспертизы, ответить не готовы. Николай Бессонов, Сергей Фирсов, Артём Синтоцкий. Новости АЭС Байкал-ТВ.